Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Имя главы администрации Самары назовут 16 декабря на пленарном заседании Городской Думы. В понедельник специальная комиссия провела собеседование с каждым кандидатом. Всего с конца ноября документы на участие в конкурсе подали 23 человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему 58. Конкурсный отбор не прошли три кандидата. Они предоставили неполный пакет документов. Также свою кандидатуру снял министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. Предлагается в соответствии с положением, уважаемые коллеги, о порядке проведения конкурса, допустить к участию в конкурсе Карпушкина Александра Викторовича, Реднова Константина Валерьевича, Кадомийца Павла Валерьевича, Кудряшова Виктора Владиславовича, Советкина Сергея Алексеевича, Романова Виктора Алексеевича, Горячкина Валерия Георгиевича, Джабарова Михаила Анатольевича, Коршакова Дениса Игоревича, Старостина Федора Николаевича, Борисову Оксану Александровну, Бирюкова Владимира Вячеславовича, Гришину Полину Юрьевну, Карпову Татьяну Петровну, Рылова Дмитрия Николаевича, Сундукова Александра Евгеньевича, Симбиркина Владимира Николаевича, Овчинникова Александра Александровича, Фурсова Олега Борисовича. Ушел из жизни председатель Совета ветеранов при главе города Владимир Цветков. Владимир Михайлович всю жизнь посвятил служению Отечества. Родился 20 мая 49-го года, в Вооруженных Силах 68-го года. Службу начинал рядовым, служил в Афганистане. Был удостоен государственных наград. После увольнения в запас Владимир Цветков возглавлял Общественный Совет ветеранов Самары при главе города. Под его руководством работа Совета год от года становилась все более значимой. Под его руководством были реализованы десятки проектов. Развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи. Прощание с Владимиром Цветковым состоится 17 декабря в Окружном доме офицеров. Заплатить за капитальный ремонт без комиссии можно в любом отделении почтовой связи Сбербанка и еще нескольких банках. С 15 кредитными организациями ведутся переговоры. В Самарской области продолжает действовать программа капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах. Как она реализуется, смотрите в нашем сюжете. Самарская область входит в десятку наиболее успешных регионов, которые развивают программу капремонта общедомового имущества многоквартирных домов. За первый месяц предъявления платежей за капремонт их сбор составил 34%. Это средний показатель по стране. Минимальная плата в регионе составляет менее 6 рублей за квадратный метр, в то время как в среднем по России 7 рублей. Мы начали собирать платежи с октября месяца, фактически выставили первый платеж. При этом мы до конца года отремонтируем 431 многоквартирный дом. Это втрое больше, чем в прошлом году. То есть такого масштабного капитального ремонта еще не было в Самарской области. Как реализуется программа на территории области, обсудили на заседании комитета по ЖКХ в губернской думе. Депутаты считают, до людей надо донести, что приводить жилой фонд в порядок нужно совместными усилиями. Наглядно рассказать, за что жители платят и что в итоге получат. Качество ремонта и выполнение программы, которая написана, есть те базовые точки, которые получат доверие людей к данной программе. Также на заседании подняли вопрос о том, чтобы исключить из программы памятники архитектуры и ветхие дома, подлежащие скорее сносу, а не ремонту. Ремонтировать их слишком дорого. Из-за этого часть многоквартирных домов может не попасть в программу. Есть предложение для областного Минкульта взять расходы по ремонту памятников архитектуры на себя. Плату за капремонт для жителей региона поднимать не планируют. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. Одна голова хорошо, но с помощниками лучше. В Самарской области создан Институт общественников, преуполномоченным по защите прав предпринимателей. Теперь помочь бизнесменам смогут на расстоянии. На местах в каждом из 37 муниципалитетов области будут работать омбудсмены-общественники. Это профессионалы, специализирующиеся на разных отраслях деятельности. Их основными задачами будет выявление наиболее проблемных вопросов для предпринимателей, а также помощь в их решении. Ведь нередко, по словам специалистов, возникшая проблема может стоить потери бизнеса. Нет дифференцировки в штрафах между микро, малым, средним бизнесом. Есть в кодексе об административной ответственности штрафы от 100 тысяч рублей до 500. Но, к сожалению, у нас не все предприниматели могут такую штраф заплатить. И если на бизнес накладывается такой большой штраф, то, соответственно, вплоть до закрытия. Создавая вот этот такой институт общественных уполномочий, мы можем сказать, что не приспосабливая, не городя огромных каких-то там аппаратов, отделов, структур, мы будем эффективно присутствовать в каждом муниципалитете, в каждом районе, в каждом городском округе. До Нового года остается 16 дней. Инспекторы надзорной деятельности уверены, главное в подготовке к праздникам – безопасность. Если дома мы отвечаем за себя сами, то за жизнь и здоровье прихожан в храмах ответственность несут служители церкви. О готовности культовых учреждений Самары к праздникам в нашем сюжете. Храм в честь Святого Вознесения Христова на Степана Разина 78 построен был в 1847 году. Каждый год в рождественские новогодние празднования сотни прихожан приходят сюда на службы. По заключению госпожа надзора, в прошлом году храм не соответствовал требованиям безопасности. Нарекания устранили и даже провели учебную эвакуацию. Примерно 20 человек было в храме. Вкладывали сигнал, условный сигнал, условный пожар и три выхода. Через три выхода, за три минуты мы эвакуировали 20 человек. Всего в Самаре порядка 60 православных объектов, куда инспекторы надзорной деятельности наведались с проверками. Проблемы в основном у всех одинаковые, но, к счастью, предписания исполняют вовремя. Все церкви и храмы города готовы к проведению праздничных богослужений. Сейчас мы с вами наблюдаем уже смонтированную систему сигнализации оповещения на объекте. Установлены огнетушители новые, пожарные щиты, новые модификации металлические, и обеспечены пожарными рукавами и стволами. Подобные осмотры носят профилактические характеры. На памяти инспекторов пожаров в самарских храмах не было. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Именно благодаря трепетному отношению священнослужителей к храмам их посетители могут видеть работы великих мастеров, чего только стоит роспись Сикстинской капеллы в исполнении Микеланджело. Впрочем, чтобы полюбоваться работами мастера, не обязательно лететь в Италию. Микеланджело, да Винчи, Ван Гога и Шагало в Самаре можно увидеть на большом экране. Кинотеатр «Киновертикаль» покажет широкой публике уникальный проект – музей Ватикана в 3D. Впервые в мире фильм-путешествие по богатейшим коридорам музея, путешествие в глубину истории, работа из коллекции Папы Римских за 500 лет доступна каждому. Над созданием фильма работали 40 профессионалов по технологии, благодаря которой был создан аватар Джеймса Кэмерона. Экскурсовод в недра истории – сам директор музеев Ватикана, профессор Антонио Паолуччи. Слияние религии и искусства, а также современных технологий увлекает в мир эмоций красоты и подлинной истории. Сеансы фильма, экскурсии в «Киновертикали» будут идти до среды, начала в 19.00. Структура фильма строится так, чтобы человек мог путешествовать сквозь время, пространство, среди этих картин, по всем этим залам, полностью погружаясь в историю создания картины, чтобы зритель смог прочувствовать эпоху времени. Четверть века на сцене в Самаре 25-летний юбилей отметил образцовый детский музыкальный театр «Волшебное кольцо». Все это время он работает на базе детской школы искусств номер 16 в Кировском районе. Очередной день рождения актеры театра решили отметить в неформальной семейной обстановке. В этом театре учат не только актерскому мастерству. Его участники – мастера на все руки, среди них – талантливые певцы, танцовщики и танцовщицы, и, безусловно, актеры с большой буквы. Алексей Лапусин в этом театре играет с детства, признается, и сам не заметил, как 20 лет пролетели. На его счету уже десятки ролей. На сцене и в юбилейный вечер вместе с ним и те, кто ушел из театра много лет назад. Но такое событие просто не мог пропустить. За четверть века актеры друг для друга стали больше, чем коллеги. Дети, большинство моих коллег уже в зале, и у нас настолько уже семья, что кто-то бросит клич «Где мой ребенок?» И уже мы говорим «Гриш, вот туда-то пошел ребенок». То есть это уже не просто сплоченный коллектив, это, пожалуй, уже семья. За 25 лет театр «Волшебное кольцо» не раз становился лауреатом международных фестивалей и обладателем множества наград. Сейчас в коллективе более 50 человек. Поставлено и сыграно порядка 40 спектаклей. Это такой некий культурный мегаполис и микрорайона, и Кировского района в целом. Ну а поскольку этот театр выступает на различных сценических площадках, и в Самарской области в частности, то они таким культурно образующим предприятием стали, можно так сказать. На протяжении всего времени вдохновителем, художественным руководителем и властелином «Волшебного кольца» является Надежда Чухланцева. Ты все время этим занимаешься, этим дышишь, это твоя жизнь. Выходных у нас нет. С утра до вечера мы занимаемся своим любимым делом. Конечно, это любимое дело. Конечно, это возможность свои какие-то планы, свои какие-то заготовки творческие воплотить на сцене в жизнь. Ты тянешь руки в небеса, ты вдруг услышишь голоса. Павел Баймаков, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Спасти Деда Мороза, а заодно и Новый год. Такую миссию поставили перед самарскими школьниками в спортивно-оздоровительном центре «Юность». С какими неожиданными поворотами пришлось столкнуться детям во имя главного праздника в году, узнавала Анастасия Зубарева. Что-то слабо кричить, кошмал ей. Давайте еще разок. Три, четыре. Дед Мороз! Классический сценарий праздника. Все как положено. Дети зовут Деда Мороза, ничто не предвещает беды. Но тут уж совсем непредвиденный поворот. И гостинцы тоже там предназначены всем вам. Волшебник в заложниках. Теперь его могут спасти только юные спецназовцы. В роли них ученики школы номер 127. По совместительству начинающие кадеты. Умение разобрать автомат Калашникова, попасть точно в цель. Они оттачивают на станциях перед главной задачей. Дальше настоящая перестрелка со злоумышленниками. Правда, только на оборудовании для лазертака. Итог. Волшебник спасен. Победа на стороне наших. Дети с достоинством настоящих воинов вышли победителями. Для этого многому пришлось научиться. Разбирать автоматы, заправлять кровать правильную. Ну, разным военным вещам. Думаю, что серьезно все было. Экшн-сценарий разработали в Центре юность. Он специализируется именно на военно-спортивном и патриотическом воспитании детей. Вся игра по спасению Деда Мороза занимает около двух часов. Для полного погружения в боевую тематику в зимние каникулы и на праздники работает еще один проект. Один день в армии. Для настоящих воинов. Мы использовали наш ресурс, использовали нашу базу и придумали вот такую историю с похищением Деда Мороза и с возможностью освободить его, но при этом нужно чему-то научиться, потренироваться. Используя при этом все наши возможности. Эти проекты рассчитаны на детей среднего школьного возраста. Для ребятишек помладше в соседнем центре Заря своя история. Там свой самарский Дед Мороз принимает малышей в настоящей резиденции. Анастасия Зубрева, Артем Сулайманов. События. В Самаре прошла премьера пятого сезона «Кино Альманаха. И в шутку, и всерьез». Короткометражные юмористические фильмы с участием самарских детей впервые представили зрителям в кинотеатре «Художественный». Также их покажут в эфире телеканала «Самара ГИС». На премьере побывал наш корреспондент. По-моему, даже лучше, чем Бандерас. Красавчик. Ну все, спасибо, что помогла. Мне еще цветы купить надо. Запомни, Антонио Бандерас цветы не дарит. Девушки сами падут к его ногам. Дебютная роль в кино и сразу главное. На съемочной площадке, как и на красной дорожке, Марина Шириня чувствует себя в своей стихии. Свет софитов, внимание зрителей и поклонников. Приятные моменты, но главное, говорит девочка, работа в кино. Было парочка поклонников. Ну, я не думаю, что после этого будет какая-то там супер-пупер слава. Премьера пятого сезона «Киноальмонаха» и в шутку, и всерьез в кинотеатре художественный. Новый сезон, новые актеры. Самарские мальчишки и девчонки. Они снялись в юмористических короткометражных фильмах, а также в двух полнометражных. Самым юным актерам 7 лет, а взрослым 18. Трудно, интересно. Я еще когда тебя снимают, по телевизору показываю. «Киноальмонах» снимается в Самаре с 2012 года. Никто из ребят до этого никогда не снимался в кино. Сначала они проходят краткий курс молодого бойца, сценическая речь, пластика и актерская игра. А потом сразу на съемочную площадку. Основной опыт, он появляется у детей на съемочной площадке, потому что сниматься в кино – это нужно иметь навык. А для того, чтобы его иметь, нужно сниматься, сниматься и сниматься. В этом году детскую киностудию «Юниголд» заметила крупнейшее в России кастинговое актерское агентство. Юных актеров занесли во Всероссийскую базу. Это значит, у самарских ребят появился реальный шанс принять участие в съемках большого кино и прославиться на всю страну. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Сильнейшие команды Германии, Франции, Голландии, Италии, Турции и России примут участие в чемпионате Европы среди клубных команд под дзюдо. Впервые в нашей стране пройдет чемпионат такого уровня. За подготовкой к волнующему событию наблюдала Валерия Квасневская. 85 добровольных помощников получили последние указания перед стартом чемпионата Европы среди клубных команд под дзюдо. Оттоши, логистика, медицина, СМИ, работа со зрителями, транспорт и спорт. Работа будет не из легких. Отбирали только самых лучших. Екатерина Морозова была волонтером на Олимпиаде и Универсиаде. Сейчас будет сопровождать команду из Франции. Мы знакомились с расположением тренировочных комнат, раздевалок и тому подобное. Затем у нас был семинар, где мы встречались с представителями Федерации дзюдо. Они нам рассказывали об этом виде спорта, о том, что за соревнования будут, какие спортсмены именитые приедут. У зрителей областной столицы будет возможность поболеть на турнире за своих спортсменов. В составе Санкт-Петербургского клуба будут заявлены трое спортсменов из Самары. «Самарские спортсмены выступают в количестве три человека. Это Ивара Нева. Будем надеяться, что они будут выступать, что они в достаточно хорошей форме будут находиться, потому что, в общем-то, будет решать тренер команды, кого заявить на этот турнир, потому что борьба будет принципиальная, в общем, среди всех, но особенно с немецким клубом». Интересно и обещает стать и сама церемония открытия чемпионата. По словам режиссера-постановщика, она станет визитной карточкой Самарского края. Помимо атрибутов дзюдо, организаторы не обойдут рождественскую символику, а тресманом чемпионата будет белый медвежонок Тёма. «Все как-то бьется вокруг цифры пять. Вы знаете, что поединки стенка на стенку пять бойцов, пять бойцов, да, с каждой стороны. Пять цветов в основе логотипа Европейского союза дзюдо. Пять оттенков золота, пять граней победы. Мы плавно подходим к тому, что этот турнир завершает серию турниров этого года, проходит в канун католического Рождества». Чемпионат Европы стартует в Самаре 20 декабря. Турнир в формате «Стенка на стенку» пройдет за один день. В такой борьбе задействованы пять весовых категорий среди мужчин и женщин. Особенность этого турнира в том, что пройдет он одновременно на двух площадках в России и Голландии. Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События. Из-за девальвации рубля «Лада Грант» оказалась в списке самых дешевых автомобилей в мире. Дешевле только индийские и китайские машины. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». Граждане требуют реструктуризировать долги по ипотеке в валюте. Несколько десятков человек пришли на митинг у здания Центробанка в Москве. Главное требование пикетчиков – перевод валютной ипотеки в рубли. Эксперты подсчитали, что каждый десятый заемщик испытывает трудности с выплатами по ипотеке. В Центробанке заявили, что не будут помогать заемщикам, поскольку Банк России не имеет права влиять на отношения финансово-кредитных учреждений с их клиентами. Кроме того, Центробанк предостерегал граждан от оформления ипотеки в зарубежной валюте. Это как с пирамидами. Все знают, что нельзя, но есть идиоты, которые верят, что все получится. Из-за девальвации рубля Лада Гранта оказалась в списке самых дешевых автомобилей в мире. Гранта занимает шестую строчку в списке доступных авто. Дешевле только бюджетные индийские и китайские автомобили. На пятом и четвертом месте расположились индийские Maruti 800 и Maruti Omni. Лидером рейтинга с 2008 года остается индийская Tata Nano. Видели бы вы эту Nano? Некоторые магазины начали ставить знак «условные единицы» на ценниках не только в интернет-торговле, но и в реальной. Впервые такие ценники были замечены в магазине стройматериалов. В случае пока единичные, но сам по себе факт достаточно неприятный. Ведь подобные ценники нарушают права потребителей. По закону в российских магазинах цены должны указываться только в рублях. Никаких долларов, евро и тем более уе. О подобных проявлениях следует незамедлительно сообщать в антимонопольный комитет и в отдел по защите прав потребителей. Российский фондовый рынок открылся в понедельник без единой динамики. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился. Индекс ММВБ вырос до 1471 пункта. Среди лидеров роста «Башнефть», «Газпромнефть», «АФК-система», «Преф и Мичелла» и «Сургутнефтегаза». Лидеры падения – «МВидео», «ТМК», «Полюс золота», «Мостотрест» и «Мичелл». Открытие на российском рынке происходит на фоне отскока нефтяных цен и роста американских фьючерсов. Фьючерс на американский индекс S&P растет. Американские и европейские площадки закрылись в миноре. Рынки АТР снижаются на опасениях падения прибыли сырьевых компаний и банков. Курс доллара на 15 декабря – 56,89 рубля, курс евро – 70,52 рубля, золото стоит 2237 рубля за грамм, серебро стоит 31 рубля 6 копеек за грамм, цена нефти марки Brent – 62,90 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Веркоттерен – правильный выбор крыльев советов. Стали известны лучшие дзюдоисты области среди юниоров. Военные летчики отдуплились на Союзе. ЦСКА ВВС дважды разгромили Зареченский Союз и дважды болельщики увидели по 7 заброшенных шайб в матче. Первый закончился со счетом 7-0, второй – 6-1. Первый период летчики выиграли с минимальным преимуществом 2-1, во втором отметились тремя безответными голами. Еще одна шайба залетела в ворота Союза в третьем отрезке времени. И пока ЦСКА ВВС в чемпионате страны занимает третье место. Первенство области под дзюдо определило лучших спортсменов до 21 года. 50 юниоров боролись за Самару, Тольятти, Смышляевку и Красный Яр. В итоге первое медальное место завоевала 11-я спортшкола Олимпийского резерва. Они доминировали в легком весе – 3 золота у мужчин и 4 у женщин. Динамо – вторые. Они лидеры среди тяжеловесов – 3 первых места у парней и 2 у девушек. Одной золотой медалью отметилось училище Олимпийского резерва. В среднем весе победил Александр Васильев. Главный тренер Крыльев Совета Франк Веркоторен и его бельгийские помощники получают все вместе меньше, чем была зарплата одного российского специалиста Гаджи Гаджиева, когда тот работал в Самарском клубе, рассказал областной министр спорта Дмитрий Шляхтин. Еще председатель Совета директоров Крыльев отметил, что за время работы Веркоторена в Самаре он убедился в правильности решения о подписании контракта с бельгийцем. Веркоторен – некоррумпированный тренер. Он не получает бонус от футбольных агентов, чтобы нужный игрок попал в команду, пусть даже на вечную скамейку запасных. Раньше такая практика существовала в Крыльях Советов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова